Сын Сталина, конечно, не мог остаться на свободе, после смерти отца. Несколько лет он провел в тюрьме, умер вскоре после освобождения, возможно, погиб. Василий родился 21 марта 1920 года в Кремле. Когда пришло время выбирать профессию, Василий поступил в Кочинскую военную авиашколу, летчик самая популярная, во второй половине 1930-х специальность, и сыну Сталина она отлично подходила. К декабрю 1940 года Василий стал младшим летчиком. Затем прошел курсы командиров, и воевать с немцами начал уже на командной должности. Сначала служил в штабе ВВС, но хотел на фронт, стремился опереться не на происхождение, а на свои силы. Василий не любил, когда его называли принцем или царевичем. Поблажек отец мне не давал, говорил он. Летом 1942 года Сталин начал летать на фронте. С начала 1943 года командовал 32-м гвардейским авиаполком. Под его началом служили отличные летчики, истребители сбивали немало вражеских самолетов, многие к 1945 году стали героями Советского Союза. Но очень быстро после прибытия на фронт Василию, по приказу отца запретили летать на боевые задания. Неясно, насколько он заслужил свое продвижение сам, а насколько это сделало за него имя, но генерал-майором авиации Василий Сталин стал даже по меркам 1940-х, рано в 1946 году, 5 марта 1953 года Сталина старшего не стало. Через три недели министр обороны уволил Василия из ВВС, а спустя еще месяц генерала арестовали чекисты. Шили ему дела расстрельной и измена родине, антисоветская пропаганда, злоупотребление служебным положением, растраты казенных денег. О том, почему именно его взяли в оборот, до сих пор спорят. То ли он что-то знал о Маленкове, Берии, Хрущеве и других приближенных отца, то ли дело в том, что Василий не собирался скрывать свое убеждение в том, что Иосифа Сталина отравили. Так или иначе, после долгого следствия, в сентябре 1955 года, суд вынес приговор, за антисоветские высказывания Василия Сталина на 8 лет, лишить свободы. Сидел осужденный антисоветчик генерал на Лубянке, затем во Владимирской области, под именем Васильева Василия Павловича, потом опять в Москве, в Лефортово. В тюрьме сильно болел, захромал на одну ногу. Ни в 1953 году, ни позднее сотрудничать с новыми правителями не соглашался, говорил, я, Василий Сталин, от отца не отрекаюсь. И точка. После освобождения Сталину недолго пришлось ходить на свободе. Его сослали в Казань, в однокомнатную квартиру, дали пенсию. Покидать город Василию запрещалось. В паспорте написали, Джугашвили. А 19 марта 1962 года, Сталин младший умер. По официальной версии, скончался он из-за алкоголизма. Как часто бывает в таких случаях, это не единственное из возможных объяснений. Сестра Светлана, и не только она, считала, что брату помогли сотрудники КГБ. В деле о смерти Василия Сталина точка еще не поставлена.